Всем привет дорогие друзья! С вами Энаки 0072 и... Мирайзис! И сегодня мы будем записывать, так скажем, видео на обзор игры Assassin's Creed 4 Pirates с устройства Samsung Galaxy S4. Заодно посмотрим, как он по характеристикам пройдёт. Ну ладно, я думаю, заставочку мы пропустим. Ну да, я тут уже пускал поиграть. Ты? Конечно. О, ну ты сегодня как раз, кстати. Ну да, у меня так-то побольше будет. Погоди, небольшой спортсмен. Не могу так. Через другую. Итак, ну сейчас продолжим. Итак, карта. Карта состоит из нескольких локаций. На каждой локации свои задания исторические и дополнительные, как на развитие корабля, развитие навыков, стрельбе, дополнительное оружие, повышение левела. И сейчас прогрузит. Сейчас прогрузит. Через час прогрузит. Так, звук идёт, картинка. Итак, смотрим. Ну графика, графика красивая. Погода не очень. Погода не очень. Управление заключается прямым, как бы, нажимаем на руль и крутим. Корабль поплыл. Также у нас есть несколько стилей в трусах. То есть, вот у нас стоит. На якоре. На якоре. Дальше. Марселя. Петровселя. И ловим ветер полностью. А это как ускоренный режим для, ну, ускоренного перемещения. В игре присутствует различное время суток. Кстати, меняется оно независимо от того, хотите вы этого или нет. То есть, после прохождения определённой миссии. Живого времени в игре нету. Всё рандомно. То есть, сейчас вы плыли и на следующий раз, после того, как вы пройдёте миссию, может быть либо день, либо ночь, либо утро, либо туман. Погода вся рандомна. Давай попробуем вступить в бой с корабликом. Покажем боевую динамику игры. Блин, у меня хилый кораблик. Я мощный включил. Ну, ничего страшного. Давай, погнали. И вот и первое из заданий, как бы укрыться от тяжёлых ядер соперника. Противника. Противника. И вот мы наносим удар тяжёлыми ядрами. Дальше у нас пошла в бой картечь. Ты взял бы отпускать это восстановление быстро, да? Покажи мартиры. 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 А также прошу заметить, сейчас мы будем снять с фальконета по уязвимой точке. Как мы помним из большого брата... А вот, вот, вот у нас и попали. Как мы помним из большого брата Assassin's Creed 4 Black Flag. Итак, мартиры нам нужны были в основном для абордажа. Кстати, не знаю, будет ли здесь в мобильной версии абордаж. Но, в принципе, игра выполнена в самых свежих рамочках. Поиграть можно. Но также в игре есть и минусы. Смерть. Игра очень быстро надоедает из-за отсутствия каких бы то либо разнообразий. Всё однообразно. Есть корабль, убиваешь, подрываешь его, берёшь с него припасы. Есть торговые корабли, есть военный флот. Из торговых кораблей, разумеется, выпадает меньше припасов. Но одной особенностью игры стало быстрое перемещение при помощи карты в живом времени. Ну, вот, как мы можем заметить, перемещение быстрое. Ну, я бы не сказал, на самом деле, что быстрое, но довольно-таки ускоренное. Также есть у нас, как в Ассасине, как мы помним, у нас были башни для синхронизации. Здесь, конечно, мы не можем выходить из корабля, но башни синхронизации остались. И вот, после такой синхронизации у нас есть перемещение. Подожди, покажи башенку. Выйди из этого, ну да, переместись и выйди. Да, окей, нажми, всё. Давай, перемещаемся. Давай к ней поближе. И вот так вот у нас выглядит башенька. Около каждой башни будет военный корабль. Потопив его, вы выполняете синхронизацию. И после чего вам откроется быстрое перемещение на данную точку. Также в игре есть такие дополнительные задания, как задания монаха, регаты и, так назовём их, контракты на убийство. Сейчас мы едем на регату. Также там есть дополнительные задания, как и в оригинальном ассасине. При выполнении на максимум которых у нас будет 100% синхронизации. Суть регата или соревнований – успеть синхронизировать все точки за отведённое время. Также по дополнительным заданиям нужно успеть закончить регату в определённое время. Также вот у нас есть одна помеха регатам – это ветер, который будет вас сносить. Мины и встречные корабли, от которых вы не должны получать урон по тем же дополнительным заданиям. Немножко раздражает вот этот вот юнгер. Так, а вот и тот самый шквал ветра, который сносит корабль очень нехило. Ну, можно спасить паруса. Ну, а тогда мы не выполним дополнительное задание. Типа успеть. Типа успеть и как бы не выполнять искорение. Вот мы и получили урон. Все приводит скорей. Невыполнимы сейчас 100% синхронизировать. Опа. Ну-ка, покажи, дополнить издание. Нет, раньше. Вот Руслан уже выполнил раньше. Веролист. Несколько раз. Несколько раз. Несколько раз.